Расскажите, девушки, как вы себя чувствуете? Матажей, как вы себя чувствуете? Чувствуете в этом саре? В саре всегда чувствуешь себя волшебно. И не хочется ее снимать. Расскажите ощущение, которое вы испытываете, одев в саре. Что вы ощущаете? Очень интересно. Сразу замедляешься. Чувствуешь себя женщиной. Женская очень энергия идет в этом всем. И я чувствую себя под защитой. Я близко к всему бинди, да? Это правильно? Бинди, да. Оно как дополнение какое-то такое. Очень-очень женское. Можете описать ощущение ваше? Откуда идет защита ощущения? Как вы чувствуете, что защита? В чем она заключается? Ну вот, у меня такое чувство, что оно меня как в каком-то прозрачном облаке держит. Не знаю, как защитный полкота. Или вот какое-то, не знаю, не знаю, с чем это сравнить, но как будто бы я вот вокруг меня какая-то вот аура находится, которая меня защищает. И вот внутри снизу вверх все время что-то вот эта энергия поднимается. Какое ощущение от этой энергии? Какая она? Наполняющая. Она очень женская. Она очень благостная. Она вот чувственная такая. И ты по-другому вот ощущаешь все то, что вокруг происходит. Ну то есть вот ощущение, когда ты в этой, в саре и в вес у меня абсолютно разные. То есть хочется что-то творить такое, как будто сейчас вот я это напитаюсь и через руки что-то передам. Вот такое вот у меня ощущение. Отлично. Ну конечно попробовать хотя бы одеть. Ну вот хотя бы один раз в жизни и каждый свои ощущения почувствует. Но в любом случае я, например, хочу приобрести и хотя бы дома всю женскую работу, которую выполняют, там горка и сытание уюта и приготовление еды. Это все будет связано вот в такой одежде. Потому что ты по-другому чувствуешь себя и насыщаешься этим. Передаешь это тоже через какое-то дело, которое ты делаешь. И можно начать просто с того, что одеть просто длинную юбку. Да. Свободную кофточку сверху, закрывающую целомудренно. И это тоже будет хорошее начало. Да. Угу. Вера, как вы себя чувствуете? Вера, расскажите, пожалуйста. Зачарована я стою, видите же. Какие ощущения? Пишите свои ощущения в этом прекрасном реале, в котором вы находитесь. Чувствую себя более женственно, более мягко. Шикарно с вами. Сейчас плавно хожу и плавно разговариваю. Чувствую энергию, которая поднимается. А можете описать эту энергию? Как она чувствуется? Какая эта энергия? Вот она наполняет. Как-то вот наполняет тебя. Она теплая очень. Я ощущаю тепло. Мамы этого не споняют. Так вот вы расскажите тем, кто вас слушать будет, да? Они не знают, что это за энергия. Это невозможно рассказать. Попробуйте описать, что такое аплодисинь. Что такое аплодисинь, который никогда не кушает. Не надо надеть и почувствовать. Не надо это рассказать. То есть, девушки, не мучайтесь. Если вы хотите почувствовать женские энергии, наполниться ими, одевайте сари. Если у вас нет сари, начните с того, что вы одеваете просто длинную юбку, которая закрывает вашу энергию женскую, сохраняя ее, начиная от пупка. Юбка должна быть выше пупка и до самого пола. А сверху одевайте кофточку, которая также закрывает вас, целомудренно закрывает ваше женское прекрасное тело и наполняет этим женской энергией. Сари, что нужно сказать, что поскольку она одевается, она по спирали закручивается. И вот эту энергию, которую ты не почувствуешь, я думаю, через жюбку, потому что это другая форма девушка. Разная энергия, та и та нужна энергия. И вот мы пожелаем девушкам, которые еще не стали матаджами, а матаджи – это благочестивая женщина, которая живет по целомудренным законам своих предков ведической культуры, следует им и развивается эта женская энергия. И эта женская энергия расплывается вокруг них, все к чему они соприкасаются, заряжается этой прекрасной женской энергией. Почему вот хочется творить в этом? Кстати, попробуйте абсолютно, насколько у нас Марифея, она творческий человек, Марифея играет на фоно, на пианино, она рисует, она арт-терапевт. Вера Надежда Любовна – это человек, который помогает развивать тело, дух и ум людей. И, возможно, Саря тоже поможет вам почувствовать на полной своей творческой энергии и сделать это более по-женски. Попробуйте, экспериментируйте. Эй! Пришла в клуб, Саря. Саря. Юль поразила. А с вами была Вера Надежда Любовь. Представьте девушки. Марифея. Вера Надежда Любовь. Green My Life Training Center. Мы живем на яркой стороне. Мы живем на яркой стороне. Мы помогаем остаться успешными в семье, бизнесе, обществе и духовности. Намасте. Благодарю вас.